Которые рвутся к мировому управлению миром, причем не через построение какого-то всемирного государства, а через построение сетевой структуры управления, как они говорят, социально ответственных корпораций. Корпораций, понимаете? А вслед за этим что? Вслед за этим полное обезличивание человечества, превращение его в сервисную биомассу, а в дальнейшем избавление от людей как таковых. Я недаром в предыдущем часе говорил про антиутопию. Суда антиутопия и цифрового общества, где человек постепенно становится ненужным, внедряется, и все остальное. Все эти кошмары, они вот уже на пороге. Не верите? Возьмите и прочитайте эту книжку. Она в свободном доступе. Это не какой-то там масонский циркуляр, который они запустили только среди членов своих лож, 33-го голубого градуса посвящения. Нет, это правда. Это многое объясняет. Во-первых, это все-таки обратно возвращает к идее об искусственном происхождении этого вируса. Многие вещи, но они притянуты за уши. Да, есть эта болезнь. Она очень странная, что, мне кажется, тоже наталкивает на мысль об ее искусственном происхождении. Но есть, очевидно, раздутая, гипертрофированная реакция на нее, касающаяся вот этого закрытия, блокады там и прочее, прочее, прочее. И теперь мы видим, к чему все это дело идет. Что на основании этого, я об этом еще весной говорил, посмотрите, на основании этого они скажут, что нужен новый мировой порядок. И что это за порядок? Это порядок, уничтожающий суверенитеты, уничтожающий национальные государства, уничтожающий любую, в этом смысле, альтернативную точку зрения. Тот, кто думает не так, должен заткнуться. И переводящий мир в ситуацию сетевого глобального управления, где решающая роль будет у тех, кто владеет транснациональными корпорациями. Вот, собственно, и все. Вот и все дела. Опять же, можно сколько угодно говорить, да, это Михеев, какой-то там православный фанатик, придурок, кремлевский пропагандист и все остальное. Возьмите Шваба и почитайте. И Принцу Эльского. И Принцу Эльского. Конечно. Возьмите, почитайте. Вы все очень умные, владеете иностранными языками, возьмите, почитайте. Это написано. И по этому поводу уже идет достаточно серьезное обсуждение, между прочим, в том числе в западных СМИ, в европейских. Америка там поглощена все еще своими Байденами и Трампами. А в европейских СМИ идет достаточно серьезное обсуждение среди экспертов, хотя тех, кто против, тут же затыкают. Моментально. От этой свободы слова не остается и следа того, чем они нам так долго рассказывали. А что касается Байдена, Байдена, судя по всему, этого старика, выжившего из ума, и привели в том числе под это дело. Под какое дело? В том числе под слив, постепенный слив и американского национального суверенитета. Я вам должен сказать, что всякие разные патриотические круги конспирологического толка говорили и писали об этом уже много-много лет подряд. Тут ничего супернового в этом нет. И на самом деле те же американские военные уже много-много лет тому назад рассуждали о том, что определенного рода биологическое оружие может стать поводом для переформатирования устройства всего мира. И вот люди как бы, да, вышли уже в прямой эфир с такими предложениями, да, что называется. Они пишут об этом. Коллеги, сегодня мы обсуждаем подлинно важные вопросы. Я уверен, что ваши идеи и предложения помогут в решении многочисленных проблем, стоящих сейчас перед правительственными и компаниями. Вместе мы сможем проложить безопасный путь цифрового развития для человечества на многие годы вперед. Желаю вам интересной дискуссии и плодотворного общения. Уважаемые зрители, позвольте мне представить нашего следующего уважаемого гостя. Для нас огромная честь пригласить его. Это основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб. Всемирный экономический форум активно поддерживает киберполигон с момента его основания. Профессор Шваб, вам слово. Ваше превосходительство, господин премьер-министр, господин Герман Греф, уважаемые участники киберполигона. Для меня большая честь обратиться к вам второй год подряд перед открытием киберполигона. Мы собрались для обсуждения дальнейшего развития безопасных цифровых экосистем и защиты компаний и общества от кибератак. Все это мы должны обеспечить, помня о макрозадаче, улучшить состояние нашего цифрового мира путем наращивания, с одной стороны, глобального сотрудничества, с другой, частного государственного партнерства. Я очень рад тому, что сегодня к нам присоединился премьер-министр Мишустин, уважаемый господин премьер-министр. Глобальное и государственно-частное сотрудничество имеет критически важное значение в реагировании на наши общие вызовы в области кибербезопасности. Мы признательны за многие годы сотрудничества, налаженного между Всемирным экономическим форумом и Российской Федерацией, как на уровне государственных органов, так и на уровне бизнеса общества. Российская газета, 27 ноября, рубрика «Власть». Путин получил подарок от главы Давосского форума. Это того самого нового Гитлера, доктора Шваба, по которому сейчас перестраивается мир и по которому сходят с ума все президенты, а также демократы в Соединенных Штатах Америки. И весь дурдом, который вы сейчас видите, это перестройка мира. В Давосе, Давосский форум возглавляет вот этот новый Гитлер, доктор Шваб. И, значит, Путин получил подарок от главы Давосского форума. Россия работает в унисон с Давосом, проводя экономические форумы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Всемирного экономического форума, а профессора университета Клаусом Мартином Швабом. Ну, звучит же правильно? Клаус Мартин Шваб. Это он написал, ребят, книгу, по которой население Земли желательно сократить. Он сделал ставку на миллиардеров, которые и встречались в Давосе, и встречаются. И я уже делал ролик, где спрашивал, что делать президентам с миллиардерами, зачем им встречаться. Вы, например, для этого выбирали себе президента, чтобы он ездил, встречался на экономическом форуме. Почему я так говорю об этом? Да потому что в Америке есть статьи закона, запрещающие, например, полицейскому, грубо говоря, по уставу угощаться кофе, если вы ему бесплатно предлагаете. Это уже считается подкупом. Вы никогда не увидите таможенного работника в Америке. Система так устроена, чтобы не имелось возможности дать взятки. Рядовые не отмечают день рождения сержантами в армии по той же самой причине. Субординация и никаких договорников, грубо говоря. Вы никогда не увидите миграционного офицера. Почему все так устроено? Чтобы вы не могли дать взятку, чтобы коррупция, так сказать, не начала процветать. И система именно так в Америке устроена. И вот, значит, система в Америке так устроена. Потом она доходит до президентского уровня и пропадает. И пропадает. Когда вы выбираете себе президента, он должен сидеть, так сказать, в своей стране и заниматься этими делами. Ну, в основном. И, ну, может быть, встречаться с главами государств. Но на кой хрен ему встречаться с миллиардерами? Это то же самое, как в бильярдную к коммерсантам будет приходить прокурор или судья или налоговый инспектор. Понятное дело, что они с ним будут договариваться. Согласитесь? То же самое президент с миллиардерами. Никогда чиновник от чиновника деньги не получит. Чиновник получает всегда деньги от коммерсантов. Поэтому, когда ваши президенты ездят в Доводский форум к миллиардерам, ездят они туда за взятками и договорниками. Это нужно, разумеется, миллиардерам. И вот эта связка-то, друзья, и работает. И вот читаем дальше. Проблема в мировой экономике все больше и больше, констатировал российский лидер. Темпы мирового ВВП снижаются. И мировой торговли вообще, по данным ВТО, вместо бла-бла-бла, короче. Поэтому, говорит Путин, такие международные площадки, как Всемирный экономический форум в Давосе, востребованы. Поддерживают людей в стремлении работать открыто. Но главное, что пишет Путин, вернее, говорит, способствует установлению контактов между бизнесменами и представителями власти. Это говорит Путин. Вот это и есть коррупция. Когда бизнесмены встречаются с представителями власти. А Путин говорит, какой хороший в Давосе форум у вас экономический. Как здорово. Способствует встрече бизнесменов с представителями власти. Потому что представители власти, ребята, они сами по себе взятки нигде не возьмут. Им дают коммерсанты всегда. Но когда ваш президент ездит на форум в Давосе, взятки там могут быть страшные. Когда люди покупают президента, они покупают, по сути, всю вашу страну. И Путин не исключение. Вот он в Давосе в 19-м году, блин, жмет руку Клаусу Швабу и говорит, как здесь у вас хорошо в Давосе. Здесь контакты мы налаживаем с бизнесменами. А бизнесменам надо, ребята, где-то место, чтобы покупать чиновников. Только когда вы решаете свои дела, там, скажем, вокруг вашего магазина, вам нужен простой рядовой инспектор, пожарный, миграционный, говорю, налоговый. А когда люди такого уровня, как, скажем, фейсбушник или амазонщик, когда люди с миллиардами, то им налоговый инспектор не нужен. Им даже мэр не нужен порой, им даже губернатор порой не нужен. Хотя, конечно, связи не помешают, но им нужен президент. И вот когда доктор Шваб написал свою книгу, что можно захватить и переделать мир, людей лишних убрать, а остальных, в общем-то, посадить на короткий поводок. И чтобы они работали за пайку и денег им начислять по рейтингу. Понимаете? Вот когда он эту книгу написал, эту книгу приняли миллиардеры с Давосского форума. Все миллиардеры, самые большие. А они не могут осуществить это без президентов. Почему президенты сейчас все поют в одну дуду? Потому что они выполняют одну инструкцию.